Хочу показать обзор строчек на Husqvarna 21. Это оверлок и коверлок 2 в 1. Первое это идет одна игла 2 нитки, стачивающий цепной стежок, строчка цепного стежка. Дальше идет подшивание, то есть это уже распошивалка. Подшивание низа узкое и подшивание низа немножко шире. Вот так можно показать. Здесь идет между иглами больше расстояния и с изнанки выглядит вот так. Это хорошая для обработки низа изделий. Дальше идет 2 таких декоративных, стачивающая и декоративная строчка, тоже уже и немножко шире. Есть еще декоративная и подшивающая низ тоже. Из трех, три игольных нити и одна впетлителя. Основное это идет стачивающий цепного стежка, одновременно обметывающий, узкий и немного шире. Стижение достаточно хорошее, качество строчки тоже. Порадовало, что есть большой выбор пиковочной строчки. Тут их где-то 5. Они отличаются вот этой классичкой пиковочной. Ну это я так называю, потому что в сравнении видно, что она совершенно разная. Здесь это была C программа, B одна игла и две нитки пиковочные, есть другая E и D. То есть они абсолютно все разные. Но есть что выбрать. Пишут, что они для очень эластичных тканей. И вот я попробовала на хлопке, то качество строчки конечно же шикарное. Особенно вот это. Дальше есть классический оверлок трехниточный. Вот идет поуже строчка и шире. Там где левая и правая игла, за счет этого мы регулируем ширину строчки. Дальше идет вот четырехниточный оверлок. Тоже качество очень хорошее. И обметывание краев срезов очень эластичных материалов с помощью левой либо правой иглы. И вот по изнанке мы можем увидеть, что они могут быть совершенно разными. Это идет с двумя иглами, стачивающие это изнанка. Вот такая. Я себе все подписала. Вот одна игла, две нити, правая игла. Так образцы очень хорошо, когда работаете с трикотажем. И вам нужно выбрать метод обработки. И плюс, когда ограниченное количество нитей в цвет, вы можете выбирать вот, например, обметывающие. Одна игла, две нити, левая игла. То есть не надо использовать три или четыре нити на оверлок. Можно вот так сэкономить нитки, когда их мало. Очень полезно и удобно делать вот такие образцы и по ним подпирать обработку того изделия, которое вы шьете. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова